Доска почёта это база пиломатериалов, на которой можно приобрести в любых количествах всё от рейки до строганных изделий из дерева, а также крепежи, антисептики и другие сопутствующие материалы. Доска почёта, телефон 555-525. На шок, к чему придраться, глава администрации демонстративно отчитал подрядчиков за первую зимнюю уборку города. В ночь на вторник в Кирове выпал первый серьёзный снегопад. Город, конечно, не завалило, но дороги немного подморозило. Температура воздуха ушла на минусовые отметки. Подрядчики отчитались о первом использовании противогололёдной смеси и уже успели выслушать первые претензии от сети-менеджера. Сегодня он выехал с проверкой на улицы города. Вот такого не проговорить быть не должно. Мы сейчас уже в руки, и будем на тротуар зачистить. Прислушаются ли подрядчики к новым правилам уборки? Покажет зима, но, как показывает практика прошлых лет, прибирать город хорошо коммунальщиков не могли заставить даже штрафы. Сейчас вся техника и специалисты ручного труда работают в дежурном режиме. Реагентами посыпаются спуски, подъёмы и путепроводы. На днях в Кирове обещают много снега и морозы. Подрядчики обещают вывезти основную часть техники на дороги и тротуары. Давайте четко, ясно, для себя свидетельствуем, что у нас в городе нет гороскопных улиц. У нас все улицы главные. Потому что на каждой улице живут жители. И каждый выход из своего дома должен выйти, чтобы у него было всё почищено, качественно и в основном на сроке. По мнению Дмитрия Осипова, перекрёсток Воровского-Горького почищен плохо. Глава администрации демонстративно отчитал рабочих за небольшую снежную кашу на обочине. Снега и льда нет ни на тротуаре, ни на дороге. Тем не менее, сети-менеджер приказал прибирать каждый участок по два раза. Якобы только так можно добиться максимальной чистоты. Правда, явно, что при таком подходе подрядчику понадобится гораздо больше времени на уборку одного участка тротуара во время сильного снегопада.